Они сражались за родину. 600 человек из Щелковского района в 1941 году ушли на фронт в рядах народного ополчения. Они не были военными, однако требовали отправки на передовую, чтобы лично бить врага, покусившегося на самое главное – родину. Большинство из них погибли при обороне Москвы. В Щелкове прошло памятное мероприятие, посвященное народному ополчению. Это форма той поры, тех времен, то есть одеты по уставу, так сказать. Я бы хотела, чтобы все поколения, всех-всех-всех народов знали об этом случае и событии. Отдать дань уважения ополченцам пришли множество людей, учащиеся в районах школ, колледжей, ветераны, представители органов власти. Мы с вами являемся гражданами великой страны, большой страны. И когда у этой страны наступают тяжелые времена, все, независимо от вероисповедания, пола, национальности, идут на ее защиту. Так, как это было в 41-м. Давайте почтим память тех, кто не вернулся с этих полей сражения. Отдадим дань тем, кто еще сегодня живет и здравствует. В Щелковском районе запись добровольцев проходила в клубе «Химзавод» да и на Монецком комбинате. Сформированный батальон влился в 3-й полк 4-й дивизии народного ополчения, которая уже в сентябре приняла участие в боевых действиях в районе озера Селигер. Затем бои под Боровском и Нарфаминском. Несмотря на тяжелейшие условия превосходства врага по численности и вооружению, дивизия смогла дать отпор ценой тяжелейших потерь. Недостаточно обученные и вооруженные ополченцы в суровых погодных условиях лишились 70% личного состава. Из 600 щелковцев в конце операции осталось не больше 30. О судьбах всех рассказывает эта книга. По крупицам краеведы Георгий Ровенский и Милиан Федоров Чебирака собирали информацию. Результаты столь кропотливого труда можно посмотреть в библиотеках и школах Щелковского района. 2000 добровольцев пришли в военкомат. Из 600 из них было сформировано батальон народного ополчения. Им выпала очень сложная битва под Боровском, где погибла большая часть из них. Они гибли, отступали, снова задерживали. Для Нины Ивановны Ивановой это особенное событие. Ее отец Иван Ильич Плюснин в 41-м ушел на фронт в составе народного ополчения. В последних числах июня папа, однажды придя домой, сказал кошке, кошками он называл меня и сестренку. Скоро мы с вами расстанемся. Мы заплакали. Мама спросила, в чем дело. И он сказал, что он уйдет защищать родину. Он записался в ряды народного ополчения. Он подорвался на мине, но не был убит. А попал, значит, подняли его с другой армии. И он попал под Вязьму. Героизм и отвага ополченцев заслуживают уважения и, конечно, вечной благодарности потомков. Сохранение этого подвига в памяти следующих поколений зависит уже от нас. Мы, выслушав все мнения и краеведов, и историков, которые тем или иным способом соприкасались с этой темой, был выбран именно день 14 октября. И впоследствии этот день станет днем памяти народного ополчения Щелковского муниципального района. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадио компания Щелково.